Беларусьбанк совместно с многопрофильным центром детей и молодежи проводил фестиваль финансовой грамотности. Его участники ребята в возрасте от 6 до 17 лет, учащиеся 24 школ Бреста. Награждение состоялось в Центральной городской детской библиотеке имени Пушкина. Каждый год он необычный, каждый год он нас удивляет и, можно сказать, восхищает, изумляет своим деятельностью, наши дети, когда они показывают свой взгляд, свое мировоззрение в таком необыкновенном, скажем, очень важном и необходимом направлении деятельности, как финансовое. Финансовая грамотность на сегодняшний день является очень важным моментом воспитания наших детей. Они уже должны с маленького возраста понимать, как правильно относиться к деньгам. Конкурс проводится уже в четвертый раз. Главная задача проекта – повысить уровень знаний школьников в вопросах рационального обращения с деньгами. Также в Центре внимания этого года – информационная и финансовая кибербезопасность. Как правило, дети научились разбираться в семейном бюджете. Они теперь понимают, что такое инструменты сбережений, что такое инструменты кредитования. Приобщая поколение будущее к банку, к финансовым инструментам, мы рассчитываем на дальнейшие долгосрочные доверительные отношения в будущем. Победители выбирали в девяти номинациях. Это и проза, презентация, сказки, рисунок, плакат и другие. Каждый из участников мог проявить все свои творческие способности. Памятными монетами и подарками награждали победителей и призеров. Тема была «Безопасность в интернете». Я делаю презентацию и еще делаю дополнительные к ним рисунки, так как это мое хобби и это у меня больше всего получается. Тема «Безопасность в интернете» также я считаю, что очень актуальна. В нынешнее время, когда технологии – это неотъемлемая часть нашей жизни, но помимо развлечений и доступа к информации огромного количества, также есть обратная сторона. Это множество опасностей, которые может нас встретить на просторах интернета. Я писала сказку о зверях, которые нашли волшебный кошелек. Мне было очень интересно, потому что сочинять сказки – это делать что-то свое, ты можешь придумать что-то волшебное. Всего в конкурсе было представлено порядка 90 работ, из которых 30 стали лучшими.